Доброе утро и добро пожаловать в мой обычный декабрьский день в Швеции. Светать у нас начинает поздно, примерно в 8.30 утра. Добираться до работы людям приходится в потемках. Солнышко начинает заходить уже в районе 3 часов дня, так что здесь особо не разгуляешься и нужно эффективно планировать свое время. Конечно же, жить в кромешной темноте, как кроты, не очень приятно, поэтому в каждом доме есть множество светильников и своя коллекция свечей. Все это добро обычно расставляется на подоконниках. Традиционно в декабре начинается отчет до Рождества, и каждое воскресенье именуется Адвентом. На каждый из таких дней зажигается своя свеча. В итоге, к четвертому воскресенью люди будут зажигать 4 свечи одновременно. К середине декабря световой промежуток дня сократится еще больше. В этом году, 13 декабря, рассвет будет в 8.51 утра, а закат уже в 14.37. То есть весь световой день будет всего лишь 5 часов и 46 минут. Именно в это время шведы празднуют День Света или День Святой Люсии. Согласно древней легенде, однажды рыбак вышел в море, буря потушила маяк, и его жена вышла на высокую скалу с фонарем, чтобы муж нашел дорогу домой. К сожалению, женщина погибла, и ее возвели в статус великомученицы, а день прозвали Днем Святой Люсии. 13 декабря выбирают маленькую девочку, ну обычно это, кстати, девушка, наряжают в белые одеяния и надевают венок из горящих свечей. Конечно же, сейчас используют безопасные LED-свечи, а вот раньше девочкам нужно было быть предельно осторожными. Остальные дети тоже надевают белые одежды, держат свечи и сопровождают Люсию. Среди них также есть и ребенок, одетый в костюм звездочета. Вся процессия идет вечером по центральной улице и поет песни. А тем временем народ ест шафрановые булочки или секат и запивает их горячим глинтвейном. Обычно эти шествия совмещают с рождественскими ярмарками и концертами. Самыми распространенными товарами являются шерстяные носочки, варенье из морожки, различные копченые колбасы и сыры, еловые венки и, конечно же, языческий символ козел, который сделан из соломы. Я надеюсь, вы все знаете, что Рождество – это наследие языческих праздников, и все наши любимые елки, гирлянды и пиршества были распространены еще до рождения Иисуса. В Явле и моем маленьком городишке рождественский козел являются чуть ли не самым популярным украшением, и каждый год на замковой площади Слотстургет в Явле устанавливают юльбокен, то есть гигантского козла из соломы. И каждый год хулиганы его поджигают, ну или стараются поджечь. Я надеюсь, что это видео помогло вам хоть как-то понять о том, как люди празднуют День Святой Люсии в Швеции, почему его празднуют и почему его празднуют именно 13 декабря. И вообще всем спасибо за то, что вы остаетесь на связи. Ставьте лайки, подписывайтесь, оставляйте комментарии. И вообще расскажите, у вас есть какие-нибудь похожие праздники такие или нет? Субтитры сделал DimaTorzok